Барселона! Барселона сегодня вот в таком варианте формы, не в синих трусах, как на графике, а полностью в желтом варианте, без Лео Месси в составе, Барселона и в своих традиционных цветах Атлетик Бильбао, ну, поздравляю, Стас, всех поклонников испанского футбола, новый сезон! Подача на ближнюю штангу, Де Йонг мяч выносит. Каприсматриваемся. Стас, у нас сегодня такая с тобой комфортная ситуация, сейчас Синьяки, Уильямс, удары, Терштеген! Отличное спасение, классный выстрел. Не запалим результаты сыгранных матчей, не скажем, кто играет параллельно, потому что это первый матч чемпионата. Ну, в Санне вообще редко бывает, что параллельно играют, это вот только если Рубялис что-нибудь придумать, что ну такой очень опасный. И еще один угловой теперь с противоположного фланга, Рауль Гарси, это наиграно, было видно как Рауль Гарси. В каждом матче Бильбао неизменно забивал и в каждом матче неизменно пропускал. Альба! Но это все Дембеле, вот она Линья. Разыгрывает Барселона, не торопится, сейчас подача и будет, наверное будет, да, еще в стартовом составе. И он подает на этот раз в штрафную, там борьба в любом. Перевод. В фланге снова на Иньяке Вильямс, Авильямс, штрафной будет бить удар, но на этот раз попроще. Было врата. Чичи выбивал мяч в вау и угодил в ногу Семяду. Его же передача, кстати, Берчича на Иньяке Вильямс. Берчич с прошлого сезона в Атлетике, он приехал из Парижа, где играл не то чтобы очень много. А до этого выступал, зарялся с Едатой, не возьмусь. Нет, это все так именно и есть. Оленья, ну что, хочешь сказать, хуже, что ли? Нет, конечно, не надо. На уровне просто оставляет мяч Гризман. Да, нет неожиданности и все равно, вот в какой бы форме ни был Мисси, всегда к нему повышенное внимание. А здесь структура сохраняется, удар с дальней дистанции. Пике, подбор за атлетикам. Ох ты, какой подарок! И что он, Гусорес, попадает? Мне показалось, что у Суарески... Но момента был шикарный, вот смотрим, Пике выигрывает, Лопес. Ну здорово, все здорово. Ассистировал Суаресу великолепно. Да, вот если бы это был игрок Барселоны, понятно, это был бы Овсайд, ну вот мы видим. Невочи-то было больно, но он все равно, все равно сделал с реагерой. А еще что-то внутри буты. А, с заменой еще показывают. И атакуют Иньяки Вильямс. С мечом входит в штрафную. Сам Ли будет обыгрывать или отдаст передачу. Пытается отдать. Но вот здесь Муньяен... Запоздало, да, поддерживали атаку и сейчас партнеры Иньяки Вильямса и Демаркус и Муньяена. А это Андеркапа. Лопес подает. Терштеген должен играть. Взорова сыграл немецкий голкипер. С которыми у вас ассоциируется Барселона. Да, первым называешь Месси, вторым наверняка Луис Суарес. Вот, пожалуйста, хорошая стенка. Альба проиграл момент. Терштеген с огнем играет, с огнем играет чемпион последних двух лет в Испании. Сейчас Уиньяки Вильямс, кстати, претензии были к Андеру Капи, что он не играл на него. Вот, обратим внимание, два варианта, но он выбрал попроще. Он назад отдавал нормально на Уиньяки Вильямс. Уиньяки Вильямса бы эта передача не прошла. Он не смог бы, да. Чичи отдает назад на Унай Лопес. Аллопес бьет поворотом отскок. Сейчас вот он где хочет, там и оказывается. Вот такой элемент Месси. Элемент. Мне кажется, что слишком много свободных художников сейчас собралось в атаке у Барселоны. Рафинья сместился. Удар! И штанга! Ну, спасибо в исполнении Рафиньи. Но, вот, посмотрев обзор первого тайма, вот удар. Докинулся. Да, докинулся. Тогда значит удар в стула. Куда? Да, можно подумать. Смотрите, две штанги. Луису Суаресу от Лопеса он попал в штангу, а потом вышел на замену Рафиньи. Получится. Сам Дембеле подает с угловой удар поворотом. И нет. Также и сегодня. Может быть, кто-то забьет первый гол чемпионата, а может быть и не забьет. Посмотрим, что будет в следующих матчах. Все-таки сегодня матч против Барселоны. Дембеле. О, хорошая передача. Рафиньи в ближний угол. И это не губ, что Паша животворящее делает между ног. Капе удар. Да, в одну стойку, в другую. Ну и дальше уже угловой, который разыгрывает Барселона. Альба. Подача. И... Возможно. Пике сейчас у нас капитан. Ильяки Вильямс. Легко обижал Ланглея. Удар. Сетка с внешней стороны. Вот для Ильяки Вильямса это тоже третий удар. Причем первый удар, который он наносит не в створ ворот. Да, но первый-то совсем был опасный. Тогда только реакция Терстегена помогла. Ну а здесь вот Рауль Гарсия в своей классической манере сыграл. Скидка головой. Вот, наверное, один из лучших матчей Рауля Гарсия. Его там не показывали, но он сегодня присутствует. Белли навешивает. Действительно не бьет. И удар Рафини, он в первом тайме уже попадал у нас в створ ворот. Симон выносит мяч. Рауль Гарсия получает болезненный удар от Жерара Пике. И первая желтая карточка в сегодняшнем. Должен быть удар. Дани Гарсия откатил под удар. Удар не получил. В сторону пробить даже бывает сложнее, чем пост. Роберто. Он сейчас слева играет. Ближе к левому флангу. Серки Роберто. Дембеле. Гризман. Отскок. Удар. Удар по воротам. Ну вот, наконец-то, момент. Опасный Иван Ракитич завершал. Не стилистически по-барселонски дошли до удара. Потому что там отскок выиграл Роберто Подбор. Вот здесь опередив соперника. Дальше какая-то передача здесь вроде на Дембеле. Но дошел мяч до Гризмана. Попытка вынести. И здесь Ракитич уже опережая. Сансета бьет, но бьет выше ворот. По такой игре чем-то это напоминает такой плохой матч Атлетика Мадрид. Когда игра не складывается. Но какой-нибудь момент они реализуют. В конце выиграют 1-0 на выезде. И все. Сидется за этот мяч Рауль Гарси. Но Барса его себе быстро вернула. Хорошо. Рафиня разобрался. Удар. Рикошет. Рикошет спас. Это точно был удар в створ. С правой ноги била Рафиня. И второй его удар из штрафной. Который. Которому приводит угловой получается после этих ударов. Но и рикошеты. Рикошеты здесь мешают Рафине сохранить мяч. И чем хороший Пускет. Вот сейчас атака. Передача Гризман. И снова рикошет. Будет угол. А все остальные матчи по-моему Барселона действительно выиграла. И в сезоне 2008-2009 проиграла Нумансиин 0-1 при Гвардиоре. А вот сейчас подача. Ой-ой-ой. Гол. Фантастика. Адурис. Адурис. 38 пробег. Какая равенца какой. Позавидует Деспотович и Соболевс. Да какой. Ладно. Адурис. Вот это потрясающий удар через себя. Фантастика. Только такой. Наверное. 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 Сегодня могли забить гол. Сумасшедшее исполнение Адуриса. Ну честно говоря сейчас с Костей Челюсти подбирали. Я подумал. Слушай. Может какой-то повтор из предыдущего матча показывает. Адурис вот такой забивал. То ли в прошлом сезоне. То ли за прошлом. Не в прошлом точно. То ли позапрошлом. Фантастика. Да. Ты говорил что мы гол увидим. Я не думал что мы увидим такое. Честно говоря я не думаю что мы увидим ворота Барселоны. Посмотрим еще раз. Как же это получилось. Рауль Гарсия вернул мяч партнеру. Отличная передача. Ой-яй-яй. Первый гол сезона. Вот такой пусть будет весь сезон. Да. Вот так вот сложится пробить. Фантастика просто. Ребят скажите. Разве вот этот легендарный гол Марко Вамбаснена лучше был. Да. А вот это. Ты имеешь ввиду Гетту Горгу? Да. Он был такой же примерно. Вот именно идеально сейчас пробил Ариц Адурец. Это фантастический гол. Я здесь подписываюсь под словами Стаса. Первый гол. Вот пусть жалеют те кто не досмотрели уши. Но хорошо вам. Три минуты есть у Барселоны чтобы уйти от поражения в этом матче. Вот только я статистику привел что последние 10 лет Барселона в стартовых матчах не проиграл. Но при Гвардиоле мы помним. Вот видишь пишет как раз Ильч. Тридцать восемь. Разбираются. Понимают. При Гвардиоле то они прыгают. Есть Гризман. Для таких ситуаций в частности. Подача Рафини. Удар. И выручает у нас Симон. Да. Это Климан Лангле с линией вратарской. Там порчится от боли Рауль Гарси. Это все маленькие футбольные хитрости. Не знаю там задел Лангле его лицо или нет. Но Рауль Гарси понимает что сейчас каждая секунда дорога. Положение в линии игры не было вообще. А что там за что? Ну задели его может. Гунис его по-моему даже задел. Ну на плечо. Англия.